Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, сегодня ролик будет топ криптовалют, которые стоит закупать на текущем падении. И, соответственно, я назову сегодня несколько монет, которые можно сейчас прикупить и которые я брал бы в первую очередь. Ну, перейдем сразу к делу. Это у нас первая монета BNB. Почему BNB? Потому что у них, считай, что 100%, ну, тут было 100%, сейчас 99%, потому что они чуть-чуть монет влили. И, соответственно, 100% монет в обороте, плюс регулярное сжигание. Это у нас токен биржи Binance. Я думаю, многие в курсе. То есть я понимаю, что она дала уже больше на X, особенно те, кто покупал или получил на Airdrop, на Presale. То есть она там стоила несколько центов. И в пике достигала, считай, что получается те же там 700, почти 800 долларов. Дорогие подписчики, я слышу каждого из вас. Ваши проблемы, просьбы, надежды. Поверьте, вы мне далеко не безразличны. Именно поэтому в такое непростое время решил открыть вам действительно работающую и стабильную платформу по заработку в интернете на криптоактивах. Называется она CryptMod.com и суть ее состоит в том, что инвестиции любого человека попадают в руки криптотрейдеров, приносящих прибыль как на растущем, так и на падающем рынке, и дающим за это от 4 до 9% инвесторов в сутки. Это лучшая платформа по заработку, на которой я сижу уже довольно давно. Сейчас у меня вклад в данном проекте составляет 3-2 эфира, поэтому я рекомендую ее своим подписчикам. Поверьте, инвестировав в CryptMod.com вы действительно получите ту самую финансовую независимость, которую вы так долго искали. Ссылка и детальное устройство проекта в описании под видео. Вот, если глянуть на график, она очень хорошо скорректировалась, и на текущем этапе, в принципе, я прям начинал бы добирать. То есть, на всю котлету влетать либо нет, это уже ваш выбор, но я на всю не влетаю. То есть, я вполне допускаю, что ее еще могут свозить к вот этим вот уровням, к вот этим вот уровням поддержки. Может даже чуть-чуть свозить вниз сюда, выкупить и погнали наверх. Вот, чтобы уже окончательно всех вытрясить. Но на текущем этапе, если вы закупитесь, то есть, даже если мы сходим на ту же 1000 долларов, ну, как раз это порядка 3-3,5 иксов можно будет забрать. Вот, и, в принципе, хорошая коррекция произошла. То есть, до этого, видите, она сильно удерживалась, но сейчас, на текущем этапе, она упала там на 25% буквально за пару дней. По поводу самой монеты, то есть, у них регулярно проводится сжигание. Если посмотреть за 22-й год, давайте глянем с января месяца. Это даже вот у нас было сжигание токенов в январе, потом запуск шлюза с бифинити, потом выпуск Майк Тайсона на NFT, потом хардфорк у нас, сжигание токенов, листинг на биржу AX. Ну, и, соответственно, сжигание токена у нас плюс раз в квартал, плюс-минус происходит. То есть, следующее сжигание у нас, по идее, в июне должно быть или уже летом. То есть, раз в квартал, это раз в три месяца, по идее. Вот, насколько я понял у них. Вот, по поводу второй монеты. Это у нас хобби токен. Я ее неоднократно советовал. Опять-таки, тут, конечно, минус, что 31% в обороте, но еще, как бы, 69% может допечататься, прибавлиться. Но, в целом, как мы видим, ограниченная эмиссия в 500 миллионов. И данная монета, она очень недооценена. То есть, я ее советовал неоднократно. Алгорент, так ассистам. Вот, ну, параллельно с этим, давайте я вам дам бонус, но это монета алга. Почему хобби токен стоит купить? Потому что монета сильно недооценена. Она, видите, в накоплении стоит здесь уже практически год. То есть, почему стоит закупить алга, я сейчас скажу. По поводу хобби токена. Смотрите. Во-первых, мы хорошо пролились на текущем этапе. Да, она стояла. То есть, по поводу остальных монет я писал в закрытом клубе, какие, когда докупать. И стоит ли сейчас докупаться, либо лучше подождать. Кому интересно, переходите. Плюс, смотрите, нас выкупали здесь. Получается, раз, потом два, три, четыре и пять. Но если серьезно, то раз, два, три. Вот именно по жесткому выкупали. Вот, и как мы видим, такие фитили даже здесь мы падали на те же 7 долларов. Поэтому сейчас отличная возможность у вас его прикупить. Ну, по крайней мере, сегодня, если вы успеете, пока на 9 долларов обратно не загонят. Ну, и даже если мы вернемся куда-то сюда или сюда, это уже будет порядка 4,5 иксов. Ну, а с расчетом на то, что я жду целей порядка 100 долларов, по ней, для начала 50, потом 100, то это порядка 50 икс по данной монете можно будет забрать вообще в легкую. Вот, и, соответственно, в накоплении, вот здесь вот она стоит уже, давайте глянем, она стоит уже порядка, ну, 7 месяцев. Здесь там 7,5. Если взять полностью после коррекции, то мы стоим уже год. Вот, но если взять тупо вот это накопление, хорошо, даже вот здесь глянуть, окей, мы стоим здесь порядка 6 месяцев, то есть полгода. Вот, безостановочно, тупо набираем, набираем позицию. То есть то же самое было вот здесь, и потом она мощно выстрелила. Поэтому следующий выстрел мы обновили минимум, и, видите, она держится в канале в диапазоне, и тупо набирают позицию, никто ее не закупает. То есть никому она нахер не нужна. Вот, а даже те же долгосрочные инвесторы на ютубе, что кричали, что вот они там ее закупают, они ее уже давно продали, потому что разнылись, шаганных 2 месяца падает, падает. Вот, поэтому это смешно слушать. Ну, а последняя монета ALGA, вот, это будут такие топ-3 монеты. Если хотите больше таких монет, присоединяйтесь в закрытый клуб. Вот, здесь накопление, я считаю, у нас идет отсюда. То есть у нас накопление уже 7, даже 8 месяцев, считаешь. Ну, окей, даже если взять тупо вот здесь, у нас накопление порядка 4 месяцев. Вот, от текущих отметок, если мы сходим сюда, это 3,5 икса. Вот, ну, а так как я ее жду выше 2,2, то есть ситуация здесь аналогичная монете АВАКС. Почему? Потому что, смотрите, здесь у нас было то же самое. Смотрите, сравните, вот, стояли здесь, упали, и потом полетели наверх. Вот, если даже взять хотя бы часть движения, это уже будет порядка 4 икса. Если сравнить шуалга на уровне с АВАКСом, то, может быть, даже и те же 10 икс можно будет по ней забрать. Но, опять же, таки проект фундаментальный, надо будет подождать полгода, а то и год. Вот, если вы готовы, тогда закупайтесь. Вот, если же нет, ну, тогда лучше не лезть. Вот, в принципе, на те же там выше 2,2,1, 2,2 доллара спокойно можно сходить. Вот, так, ну, и что получается? Получается, что у нас в Телеграме подписчиков 800 у Алго-Аренда, да? Потом в Твиттере у нас 112,5 тысяч. Если перейти, ну, это Алго-Аренда Foundation, если на Алго перейти, то здесь практически 300 тысяч подписчиков. Вот, поэтому, когда валюта на 27 месте, то есть, корректировалась она, давайте глянем, на минус 70%, вы смотрите, ситуация один в один. Смотрите, 3 месяца, ну, здесь 3 месяца опять и подлетели. Здесь она стоит, правда, уже 3,5, почти 4 месяца. Но, смотрите, можно сравнить ситуацию даже с АВАКСом. Вот, то же самое здесь было. Постояли 3 месяца, улетели. Постояли, грубо говоря, тоже там порядка 2,5 месяца, улетели. Поэтому, я думаю, она себе еще покажет. И, в целом, по поводу АВАКСа сейчас ничего не могу сказать. Там ситуация неоднозначная, поэтому тут уже решение принимайте сами. Но вот Алго на текущем этапе, я считаю, пришли мы в жирную такую зону для покупки, даже жирнейшую, я бы сказал бы. Вот, и, соответственно, сейчас можно его смело подкупать. Поэтому, вот эти вот 3 монеты я брал бы в мастхэв. Если хотите больше таких монет, все это есть в закрытом клубе. Здесь у Алго, конечно, тоже 68% эмиссии. В обороте не все монеты еще, но в целом осталось фиг да нифига. Поэтому монета однозначно стоящая. Если глянуть комьюнити у того же хобби токена, да, ну, это биржа хобби, да, биржевой токен. Я думаю, понятно, 1,1 миллион пользователей. То есть, я думаю, аргументы с точки зрения теханализа вам достаточно. А биржа Binance, ну, я думаю, никому не надо разъяснять, что биржа Binance это одна из быстро растущих бирж на текущем этапе. То есть, у них там NFT, Binance карточка, плюс благотворительность, там и различные фонды и так далее. Поэтому, если глянуть в Телеграме, у них уже верифицированный аккаунт, 160 тысяч пользователей. Если глянуть на твиттер самого Binance, то давайте глянем, что у нас здесь. То есть, у нас 8,6 миллионов подписчиков, поэтому раскачать данный токен за счет сжигания, ограниченности эмиссии Binance Coin. А, кстати, у хобби токена тоже. Вот, соответственно, новость была. Смотрите, у нас изъяли из оборота 5,8 миллионов хобби токенов за февраль. То есть, у них было сжигание в марте, получается, ну, то есть, раз в месяц оно у них проводится. И, соответственно, они на 5,8 миллионов долларов изъяли, получается, 291,6 хобби токенов. То есть, они сжигают их раз в месяц и, в целом, сжигают довольно-таки существенно. То есть, и однозначно данная криптовалюта, она будет расти в цене за счет своей ограниченности, ровно так же, как и Binance Coin, извиняюсь. Вот, поэтому, соответственно, такие дела. Однозначно, данная монета подрастет. Ну, как минимум, она вернется к 30-40 долларов, где она и была здесь. Вот, ну, я ее жду по 50, а то и по 100 долларов. Ну, опять же-таки, в долгосрочной перспективе. Вот, советовал ее неоднократно, но пока есть возможность, плюс на коррекции. Вот, решил вам ее еще раз посоветовать. Вот, ну, и, соответственно, можете посмотреть. Вот у нас за марк было сжигание. Не знаю, когда будет следующее. Пока что за апрель, в мае не было, но я думаю, скоро оно подойдет. Вот обычно 15-го числа, я думаю, через 5 дней как раз будет данное сжигание. Вот, поэтому, в принципе, такие дела. Закупайтесь данными токенами. Спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Ну, и, соответственно, ждите дальнейших рекомендаций. Если ждете дальнейших видосов, жду в комментах, какие видосы вы хотели бы видеть. И, соответственно, увидимся, услышимся. Всем удачи и всем пока. Проект, на котором можно зарабатывать стабильно высокую прибыль, это CryptMod.com. Я и сам вложил в данный проект крупную сумму и получаю отличные дивиденды. Ссылка на проект в описании под роликом.